Бокер Тов, доброе утро! Сегодня наш третий урок по главе Бешалах. Урок за хороший шедух Арон Арье бен Двойра, за поднятие души моего папы Яков бен Нахом, моего дяди Владимир бен Григорий, ури бен Харитон и за здоровье Светлана Батклара и Полина Перба, Соня Сура. Мы с вами остановились на пустыне Син. В главе Бешалах не все расписано, мы переходим в главу Масей, и там написано, что вышли из пустыни Син и пришли в Довку. Что это такое? Наши мудрецы говорят, забились сердца при виде голодной смерти. Маса закончилась, хлеба нет. После этого написано, что мы пришли из Довки в Алушу и начали требовать смаше. Требуем еды. И говорим мы, что помним, как мы в Египте сидели у горшков с мясом и хлеб ели до сыта. И наша задача была просто просить у Всевышнего еды. Но нет. Мы просим у Маше, требуем всего. И если мы просим хлеб, это понятно, хлеба у нас нет. Но написано, что вышло с нами очень, весьма много скота. И мясо просить получается не совсем правильно. Тем более мы в Египте мясо вообще не ели. Дело в том, что египтяне, они овец домашних животных вообще считают святыми животными. И они их не ели. А нас заставляли, что мы ловили в диких зверей и готовили им. И мы сидели у горшков с мясом. Мясо мы не ели, а хлеб ели до сыта. Рабы. Мы не могли себе позволить мясо. Здесь мы давали нам все. Всевышний сказал, получите. Вечером будет мясо. А поутру хлебом насытитесь. И было. Налетели перепела вечером. И покрыли стан. И у нас появилось мясо. То, что мы хотели даром. Получили его. Всевышний нас за это не наказывает. Но то, что он дает вечером, считается не очень хорошо. То, что дает утром, это прекрасно. А утром мы видим, что вокруг стана слой росы. Он растаял и половилось на поверхности земли нечто мелкое, рассыпчатое. И мы не знали, что это. Называли его ман. Что буквально. И собирали его. Кто мог собрать много, собрал много. Кто мало, мало. Но у всех оказалось воровну. Кто собрал мало, у него оказалось все равно Амир Мана. Собрал много, все равно Амир Мана. Всевышний не давал больше. И говорит, больше не надо. Запасаться не надо. Завтра он опять выпадет. Будет всегда. А вот в субботу мана не будет. В пятницу соберете столько, сколько нужно на два дня. И написано, что некоторые люди оставили у себя ман на ночь. Не послушая, что сказал Всевышний. И утро он превратился в смрад какой-то, в червей. А вот когда наступила пятница, то мы собрали на два дня мана. И смрада не было, а червей не было. Все прекрасно. И об этом говорил Всевышний. А некоторые высшие люди собирать утром в субботу. Потому что были два парня. Четверо-юродные братья Маше, Датана и Верам. И они разбросали ман, хотели скомпрометировать Маше, что ман все равно есть. И сказали, вот ман есть, мы его видели, вот пожалуйста, идите, собирайте. Но когда они пришли, ничего не было. Птицы склевали его. Так мы получили первое заповедь о субботе. В субботу мы должны находиться у себя в домах. И еда у нас будет заготовлена с пятницы, все приготовить. Что это означает? Что мы не имеем права в субботу выходить за территорию, место, в котором живем, на расстоянии Тхум-Шаббат. Это две тысячи локтей, это около одного километра. Больше отходить от пункта не живем нельзя. Всевышний нас не наказывает пока, ничего с нами не происходит, хотя мы уже заслужили порицание, но ничего. Всевышний нам все молчит. И в море, когда мы воду требуем, и вот здесь и в Алуши, и в Довке, когда сердца забились при виде голодной смерти мы не просили Всевышнего. Что будет дальше, мы узнаем из последующих уроков. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok